Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Жизнь по-новому. Доехать до работы теперь можно будет только при наличии справки. 500 килограммов химических средств дополнительно закупила Самарская ТТУ. Общественный транспорт дезинфицируют дважды в день. Что делать, если ты профессиональный путешественник, запертый в четырех стенах, отправиться в поездку по собственной квартире? Самарцы в ближайшие дни будут находиться на самоизоляции. Решение об усилении режима для всех жителей вне зависимости от возраста было принято накануне главой региона Дмитрия Мазарова. Людям категорически не разрешается покидать дома, за исключением случаев, когда нужно купить продукты, или обратиться за медицинской помощью, а лучше вызвать врача домой. Для поездки на работу требуется пропуска, их выдают на предприятии. Отметим, что в Москве и Московской области такой режим ввели три дня назад. В Самарской области будет создан запас лекарств, укрепят материально-техническую базу в лечебных учреждениях. На эти цели дополнительно выделят 200 миллионов рублей. Как Самара будет жить в условиях общей самоизоляции обсудили на заседании городского оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. В состав штаба вошли все руководители отраслевых департаментов, администрации, главы районов, представители Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения и полиции. Заседание традиционно прошло за закрытыми дверями. На месте работала наша съемочная группа. Подробности того, какие решения были приняты, мы расскажем в следующих выпусках. 1 апреля на въездах в Самару образовалась большая пробка. Сотрудники ГИБДД рассказали об ограничительных мерах, которые действуют в регионе. В случае необходимости посетить медучреждение или пожилых родителей, закупить нужные товары, водители проезжали. Тот, кто следовал на работу, должен был предъявить справки с предприятий. Те, у кого их не было, проходили регистрацию на КПП. Подробнее Елена Малютина. У каждого человека должна быть вот такая справка от работодателя. Ездить с ней можно только по работе. На это имеют право люди, работающие в медицинской и аптечных сферах, а также те, кто обеспечивают продовольствием населения, ну и других организаций. Например, наши телекомпании относятся к средствам массовой информации, поэтому мы имеем право на передвижение. Водитель Сергей Андреевич справка от работодателя уже обзавелся. Теперь спешит к коллегам раздать документы. Но на въезде в город образовалась большая пробка. Правка-то она есть, только пока доберешься, времени слишком много пойдет. Может быть, это эффективно, но нашим народам сложно, да? Да, очень сложно. Любые методы в данной ситуации, любые методы борьбы с этим коронавирусом должны приносить какие-то результаты. Просто у нас не все как бы законопослушные. Сотрудники ГИБДД рассказывают об ограничительных мерах, которые действуют в регионе. В случае необходимости посетить медучреждения или пожилых родителей, закупить нужные товары, водители проезжают. Тот, кто следует на работу, должен предъявить справки с предприятию. У тех, у кого их нет, проходит регистрацию на КПП. Возвращаются домой только те, кто собрался на прогулку. Совершенно правильно, я считаю. Только еще бы плюс был бы, общественному транспорту хотя бы полосу выделили бы, чтобы мы не стояли, потому что люди кто-то на работу опаздывают. Справку так таковой не дали, пока шнарки электронные прислали. Те, кто работают, они должны работать. Если они сейчас заразятся, то никто не будет работать. Это все делается, чтобы предотвратить распространение коронавируса у нас в Самарской области. Сотрудники ГИБДД справились с утренним потоком автомобилистов. Напоминаем, что всех посидеть дома призвали не просто так, а с целью остановить распространение коронавируса. А это значит, что от ответственности жителей зависит, как скоро режим ограничений в регионе закончится. Елена Малютина, Василий Колдашов. События. За сутки полицейские нашли в Самарской области 45 нарушителей режима самоизоляции. Но большинство жителей всех населенных пунктов региона, вернувшиеся из других стран, все же с пониманием отнеслись к необходимости временной изоляции. Таковы результаты сегодняшнего совместного рейда стражей правопорядка и представителей Роспотребнадзора. Они проверяли, как жители, приехавшие из-за границы, соблюдают карантин. Сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора на постоянной основе осуществляют проверку соблюдения гражданами карантинных мероприятий и режима самоизоляции. Если на момент проверки гражданин отсутствовал дома или не открыл дверь, сотрудники полиции по возможности опрашивают соседей и принимают меры к его розыску. В случае, если вина гражданина, самовольно покинувшего квартиру, будет установлена, материалы в отношении него направляются в подразделение Роспотребнадзора. Или же в отношении него составляется протокол об административном правонарушении. Несколько сотен звонков от жителей поступает на телефон горячей линии регионального министерства здравоохранения по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Как выстроена работа колл-центра, исправляются ли операторы, проверил губернатор Дмитрий Азаров. Подробности в нашем следующем сюжете. Да, добрый день, колл-центр, коронавирус вас слушает. На звонки жителей региона в колл-центре отвечает губернатор Дмитрий Азаров. Горячая линия на базе контакт-центра в онкоцентре начала работать по поручению главы региона 6 марта. Чаще всего жители области интересуются, как получить электронный больничный, не выходя из дома, и в каких случаях необходимо соблюдать режим самоизоляции. Хочу вас проинформировать, что в соответствии с постановлением, которое принято на территории региона, если вы прибыли из другого региона, вам нужно уйти на самоизоляцию 14 дней. Сейчас в колл-центре работают 16 операторов. Они принимают обращения не только по теме коронавируса, но и записывают пациентов к врачу, консультируют по работе центра. Ежедневно операторы в смену принимают до сотни звонков. Сейчас количество обращений увеличивается. Нагрузка усиленность принимает каждый оператор, в том числе и я, порядка 200 звонков, 150-200 звонков. Нагрузка усиленная у нас в основном как раз после выходных, после праздников, по понедельникам. Если временной интервал брать, то это с 8 утра до 10. С начала марта на телефоны горячей линии поступило свыше 6 тысяч звонков. Были приняты сообщения от более чем 3 тысяч жителей. Это люди, которые приехали из-за границы. Информацию о них сотрудники колл-центра передали медикам. Этот мониторинг проводится ежедневно, производится запись пациентов и оперативно передается информация медицинской организации для дальнейшего наблюдения. Во время визита в онкоцентр губернатор поинтересовался, обеспечены ли пациенты пропускными документами для посещения медучреждений в связи с введением режима самоизоляции до 5 апреля. Оказалось, что такого документа еще нет. Это надо, безусловно, отрегулировать. Сегодня же, потому что едут специалисты, едут за процедурами, и, конечно, у людей должно быть что-то типа направления. Из лечебного учреждения. Ну, конечно. И тогда он предъявляет его в случае необходимости сотруднику правопорядка и спокойно перемещается. По информации оперативного штаба Самарской области, на 1 апреля в регионе 15 подтвержденных случаев коронавируса. Двоих пациентов выписали после выздоровления. 13 человек, в том числе двое детей, находятся на лечении. Лариса Шлафаст, События. 500 килограммов химсредств дополнительно закупила Самарская ТТУ для обработки трамваев и троллейбусов. Дезинфекция общественного транспорта будет проводиться до начала лета два раза в сутки, по поручению главы города Елены Лапушкиной. Чему уделяют особое внимание во время обработки, узнала наша съемочная группа. Ну, где не пройдет тряпка, там пройдет кулигализатор, саранирован, и обработают все недоступные места. От внимательных глаз уборщиков трамвайно-троллейбусного управления не скроется ни один необработанный участок. После влажной уборки вагон полностью дезинфицируют. Протираем окна, поручни, подоконники. Самое главное – сиденье и поручни. Мы уделяем внимание. После того, как в Самаре введены особые ограничительные меры из-за распространения коронавируса, пассажиропоток снизился больше, чем на 40%. Ежедневно в рейсы выходят 108 трамваев и 69 троллейбусов. Моют и дезинфицируют транспорт два раза в сутки. Обрабатывается вагон специальным хлорсодержащим средством. Оно имеет сертификат Роспотребнадзора и обладает антибактериальным эффектом. Муниципальное предприятие ТТУ дополнительно закупило 500 килограммов химсредств. Этого хватит, чтобы проводить обработку трамвайов и троллейбусов до начала лета. Мы перестраховались. Мы хотим этим средством обрабатывать не только трамвай и троллейбус. Мы хотим обработать наш вспомогательный транспорт. Я имею в виду аварийные бригады, контактные службы, те, которые в электротехнических лабораториях. То есть по максимальной. Более того, за предприятием ТТУ закреплено порядка 70 остановок городского общественного транспорта. Мы часть этого средства отдадим специалистам, кто занимается обслуживанием. То есть чтобы они тоже протирали стекла и лавки на этих остановках. Мойка и дезинфекция продолжается во всех видах общественного транспорта Самары, включая коммерческий. По распоряжению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и главы города Елены Лапушкиной, работы по санитарному содержанию усилены на территории всего города. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События. Автопоезд проезжает перекресток, направляя потоки воды так, чтобы промыть территорию даже под припаркованными автомобилями. Число машин, которые проводят мойку и дезинфекцию самарских улиц, с каждым днем увеличивается. Если 31 марта для обработки вышли 15 единиц техники, то уже 1 апреля число машин было увеличено на четверть. Уже провели работы на проспекте Ленина, Волжском проспекте, улицах Полевой, Гагарина, на набережной в Струковском саду, сквере Устинова и парке Металлургов. В дальнейшем группировка будет увеличиваться однозначно, и будем переходить, возможно, на ночную работу, но это в части обработки именно улиц. Работаем интенсивно, возможно, это как бы не один круг, придется проходить еще раз. По крайней мере, остановочные павильоны будут обрабатываться очень часто, и планируем все-таки выходить на уровень ежедневной обработки. Улицы, остановки, парки и скверы сначала отмывают водой с шампунем, затем обезвреживают раствором хлорамина. Все используемые вещества одобрены Роспотребнадзором. Это перекресток Аврора-Гагарина, а это остановка улицы энтузиастов. Санитарная обработка будет проводиться круглосуточно, чтобы максимально обезопасить город от инфекции. Это наиболее необходимо тем, кто вынужден продолжать работать и выходить на улицы во время карантина. Уличная дорожная сеть – зона ответственности МП «Благоустройство». Предприятие закупило две тонны шампуня и почти полторы тонны хлорамина. Предполагается, что поливомоечные машины пройдут по городу по нескольку раз. Но в работе дорожников есть и ложка дегтя в виде припаркованных автомобилей. Конечно, основные препятствия, собственно, все время при уборке города – это стоящие автомобили. Конечно, они мешают. Прилодковая часть в этом отношении убиралась бы быстрее, смывалась бы водой грязь быстрее. Ну и, конечно, мы все-таки ожидали меньшее количество транспорта в период самоизоляции. Параллельно идут работы в рамках городского месячника. Только МП «Благоустройство» в течение суток вывело для уборки свыше 200 единиц техники. В работах было занято 300 человек. На полигоны вывезено порядка 90 кубометров мусора, 115 тонн снега. Сезонные мероприятия продолжаются в усиленном режиме. Олег Зверев, Николай Епифанов, События. Дезинфекцию проводят и в продуктовых магазинах. Спрос на продукты будет всегда. Поэтому важно позаботиться о безопасности в супермаркетах, которые находятся практически в каждом самарском доме. Насколько там сейчас безопасно и как следят за чистотой, проверила Мария Левина. Продуктовый магазин – это то, от чего самарцы не смогут отказаться. Ведь продуктами закупаться нужно в любом случае. Поэтому мы решили проверить, как налажена уборка и дезинфекция в одном из магазинов крупнейшей сети. Чистая домовая седра. Тележки, корзинки, дверные ручки. На это при уборке обращают особое внимание. Чистят с дезинфицирующим средством. Порядок в супермаркете наводили раньше два раза в день. Сейчас же перешли на усиленный режим. Каждый час здесь следят за чистотой. Каждые два часа в магазин приезжает менеджер клининговой компании и контролирует, все ли в порядке. Чаще стало производиться. То есть мы гораздо чаще это стали делать. Если по техническим условиям первоначально было отслеживание чистоты корзинок, тележек, это было утром, вечером, то сейчас это на протяжении всего дня. Сотрудники оснащены средствами индивидуальной защиты, масками и перчатками. После каждого клиента касса обрабатывается специальным средством. Персонал у нас тоже обучен всему этому. Поэтому антисептики, маски, все этому придерживаются. Все держим под контролем в стройке. Да, меньше, люди все равно сохраняются, они придерживаются всему этому. Магазин ходят, да, но они стараются зайти один раз, то есть купить все, что им необходимо. Расстояние в очереди поделено на безопасные дистанции в полтора метра. Если раньше постоянные покупатели могли заглядывать в магазин по несколько раз в день, то в нынешних условиях предпочитают ограничиваться разовым посещением, рассказывают сотрудники. А некоторые и вовсе закупаются раз в несколько дней. Сейчас стараюсь что-то закупить так, чтобы не ходить часто. Рекомендации правительства страны, да, и у меня маме 87 лет, поэтому, конечно, не хотелось бы принести ей неприятности. Три дня назад последний раз здесь была, и думаю, что сейчас в ближайшую неделю уже не пойду. Кто-то пробует новое для себя интернет-сервисы, но все равно возвращается к старому. Очень редко. А почему? Ну, потому что кое-какие запасы сделали с учетом обстановки. А сегодня попытался заказать продукт через... Ну, онлайн. Да, шесть дней доставка, через шесть дней. Надо бы тоже им что-то покушать раз в четыре дня, в три дня. То есть сидите там и сейчас? Ну, дома сидим, конечно. И видите, как экипировано по полной программе. За наведением порядка в магазинах следит не только руководство, но еще и клининговая компания. Контроль проходит по всей сети супермаркетов. Но это не значит, что нужно забывать о средствах индивидуальной защиты. Мария Левина, Константин Головин, События. Общение переходит в цифровой формат. В режиме видеоконференции вынуждены общаться с подопечными и представители благотворительных организаций. А вместо визита с подарками волонтеры приглашают к себе. Как работает благотворительный фонд, расскажет Олег Зверев. Здравствуй. Ну, рассказывай, что вы там как? Как у вас карантин? Как ты себя чувствуешь? Да ничего, нормально. Время диктует свои правила общения. Волонтеры благотворительного фонда «Старость в радость» переходят в режим онлайн. Подопечные, инвалиды и пожилые люди. Пансионаты закрыты на карантин. И подарки, которые раньше привозили сами, теперь передают представителям учреждения. Мы можем сами туда все это отвезти. И помимо материальной помощи мы везем подарки для наших подопечных бабушек и дедушек, с которыми мы уже давно общаемся, давно дружим. Ну, а сейчас получается так, что нам туда нельзя. И поэтому пансионаты присылают свой транспорт. И мы оказываем такую же материальную помощь, как обычно. Сегодня волонтеры отправили очередную партию самых необходимых вещей, которые помогли собрать жители Самары. Это средства личной гигиены, наборы для творчества, расходные материалы. Адрес получателя – дом-интернат для престарелых и инвалидов Большой Глушицы. В миллионном городе больше возможностей для сбора пожертвований. Наши бабушки, конечно, скучают по волонтерам, шлют им приветы, хотя бы по телефону. И вот такая помощь, она очень нужна, очень желанна. Мало того, что там предметы первой необходимости, но и необходимые нам для творчества. Раскраски, пластилин и цветная бумага – все это мы активно используем. И все же главное, чего ждут подопечные фонда – внимание со стороны волонтеров. Но встреча лицом к лицу состоится только, когда пандемия отступит и режим карантина будет снят. Олег Зверев, Григорий Плешаков, События. В Португалии, где на сегодня выявлено 7,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом, а число жертв достигло 160, режим чрезвычайного положения ввели еще 19 марта. Наша коллега, журналиста Лилия Зайцева, которая сейчас живет и работает неподалеку от Лиссабона, рассказывает, как она сама и ее соседи проводят эти карантинные дни. Из дома почти никто не выходит. Среди уважительных причин – это поход в супермаркет, это пробежка, это прогулка с собакой, поход в аптеку, какой-либо форс-мажор, например, когда вам нужно к врачу. Либо это поход на работу. Если вы все еще работаете, ну, очень много людей перевели на удаленную работу. Вот я, например, работаю уже на собственной кухне. Вот так сейчас выглядит мой рабочий кабинет. Мы живем не в самом Лиссабоне, а в 15 километрах по центру города, возле реки. Здесь видно реку и видно, как она впадает в теоретический океан. И здесь раньше было просто очень много круизных лайнеров, парусных лодок. И вот сейчас, как видно, здесь ничего ни одной нет. И абсолютно никого на улице нет. Люди очень сознательные и стараются сидеть действительно по домам. На прошлой неделе мы видели, как приехали врачи в таком противочувственном костюме, одноразовом, масках и перчатках. То есть, к сожалению, скорее всего, инфекция уже до нашего дома добралась. В первые дни карантина в супермаркетах были пустые полки и очереди. Но никто не стал упрекать людей в том, что они делают запасы. Просто увеличили поставки в супермаркеты. И вот сейчас видно, что никакой паники, никаких очередей нет. Ничего, кроме вот этой таблички, призывающей соблюдать социальную дистанцию, о карантине вообще не напоминает. Все продукты на месте. Овощи, мясо, фрукты. Можно купить чистящее средство. И туалетная бумага, вообще символ этого карантина, тоже есть в наличии. Одно из немногих удовольствий, которые у нас остались за последние две недели, это пробежки у моря. Никакого контроля полицейского за людьми нет. То есть никто не требует письменного объяснения, как это происходит во Франции и в Италии. Никто не составляет штрафы. Поскольку вот в целом подавляющее большинство все-таки соблюдает все правила карантина, просто осознавая серьезность момента, если не для себя, то для своих пожилых родственников. Не поддаваться на провокации и читать информацию только в проверенных источниках призывает самарцев Дмитрий Камынин, руководитель проектного офиса цифровое развитие Самарской области. Чтобы быть более убедительным, он написал песню на эту тему и спел ее для нашего телеканала. Добрый день, дорогие друзья. Когда я остался дома, первым делом я взял в руки старую, добрую, давно забытую гитару. Ну а вторым делом, естественно, полез в интернет. Боже мой, сколько там информации о том, что происходит вокруг. И как в связи с этим не вспомнить Владимира Семеновича Высоцкого. Его памяти и специально для вас я посвящаю эти строки. Сколько фейков наши ленты засоряет, Сколько паньки засеют там и тут. А вы слыхали, что власть-то на вирус вообще не проверяют, Но и сайты все проверят в пять минут. И словно змейки там и ся, Ползут фейки по сетям, И мехоти запрещенные, Болон даже телеграмм и немного. Там-там. Я читал, бомбардируют химикатам, И пост о том, что хреч нет уже три дня, И что лечиться нужно только самогонам, концентратам. От него лишь мрет ковидная фигня, И словно змейки там и ся, Ползут фейки по сетям, Ими полнится сегодня и ватсап, И телеграм, И, конечно, Там-там. Мотиватор переслали удаленно, Что врач буржуський, Где-то брякнул между строк, Что в интернете Заразить сможешь нам определенно, Но пока что только лишь через тик-ток, И словно змейки там и ся, Ползут фейки по сетям, В одноклассниках и вайбер, В инстаграм и в телеграм, А особо в там-там. А нет-нет, да в чате снова пронесет, Что, мол, верят в вирус только дураки, И что все это Лично нас вот сто процентов не коснется, И пора уже бежать на шашлыки, Словно змейки там и ся, Ползут фейки по сетям, На фейсбуке, на ютубе, И в дискорд, и в телеграм, И звичат их, В там-там. Подогретый безлимитным интернетом, Фейк грызет мозги взрослым и дитям, Но я верю, дома, Меж своими, Фейков точно нету, Оставайтесь дома, Шлить фейк к чертям, Словно змейки там и сям, Ползут фейки по сетям, В твиттер, в стиме, В моем мире, В лифт журнал и в телеграм, В ангребец, И в там-там. Оставайтесь дома, Будьте здоровы. Отправиться в путешествие, Не покидая собственную квартиру. Такое приключение придумал Самарский путешественник Алексей Жирухин. Своим примером он доказывает, Что дома не значит скучно. Эксклюзивно для Самары ГИС Путешественник провел экскурсию По своему собственному курорту. Спустя три недели И 10 тысяч километров Мы В Магадане! Еще недавно Самарский путешественник Колесил по миру И наслаждался знакомствами С новыми местами и людьми. Алексей Жирухин Странствует уже больше 10 лет. Успел пожариться под палящим солнцем В пустыне И замерзнуть среди арктических льдов. И потому, когда границы закрыли, Алексей немного расстроился. Но ненадолго. Я путешественник И проехал 55 стран мира. О чем рассказываю В своем блоге «Путешествие со смыслом». Сейчас, как никогда, Очень важно Побыть дома. И я сделал небольшой фотопроект, Который показывает, Что путешествовать можно Даже по квартире. Итак, выбираем, Куда же нам сегодня поехать? На идею вдохновила картинка Мем, гуляющий по сети интернет. Насладиться завтраком в ресторане, Заглянуть в музей И провести вечер в баре. Все это не выходя из дома. Квартира условно поделена На несколько зон. Любое путешествие Начинается с самолета. Слетаем куда-нибудь, Сделав фото Около стиральной машинки. Физкультура С самого утра Для настоящего спортсмена Место, где заниматься, Значения не имеет. Дальше у нас По плану тренировочка. Лыжный Зимний сезон закончился, Поэтому переходим На велосипед. Будем крутить педали. Устал? Отдохни. Потом Немножко отдохнем на пляже С нашими Такими вот пальмами. К сожалению, Все кафе и рестораны закрыты, Поэтому будем завтракать И обедать на балконе. Дальше пища для ума. Обязательно и культурная программа. Сходим в музей современного искусства. Он находится у нас в спальне. На этом домашнем курорте Есть место и для вечерних развлечений. А вот мой индивидуальный бар, Где можно вечерком Опрокинуть кружку Чая. Самоизоляция – это не приговор, Уверяет Алексей Жарухин. Дома лучше и безопаснее, Чем на улице. Главное – включить фантазию. И тогда скучно точно не будет. Мария Левина, События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин